Каждому из нас мир, в котором мы живем, представляется по-своему. Наша неспособность объективно судить о множестве явлений, кажущихся нам при этом чем-то очевидным, обусловлена ограниченностью восприятия окружающей действительности. Зачастую наше мнение или знание строится на слухах, на чужом опыте, на информации, которой по ряду причин мы предпочитаем верить и принимаем за истину. В результате даже самая ясная и логичная картина мира, выстроенная нашим сознанием, может оказаться ложной, навязанной кем-то с определенной целью. Подобные манипуляции стали одной из главных тем романа Филиппа Киндерда Дика «Мечтают ли андроиды об электроовцах», опубликованном в 1968 году. Роман, в котором практически все оказывается не тем, чем кажется, стал одним из самых известных произведений писателя. Сценарий фильма Ридли Скотта «Бегущий по лезвию» основан на сюжете романа. В картине были сохранены основные персонажи и некоторые события, но режиссер и сценаристы задавались другими вопросами. В итоге многие ключевые составляющие романа не были отражены в картине. В этом ролике я коротко расскажу о главных темах этих произведений и о том, в чем состоят их основные отличия. В 1964 году был опубликован рассказ Филиппа Дика «Маленький черный ящичек», в котором было показано зарождение нового религиозного культа – мерсеризма, названного так в честь Уилбера Мерсера, человека, которого никто не видел воочию, но сопереживать которому стали миллионы. Тот самый маленький черный ящичек с двумя ручками был устройством для единения с Мерсером. Взявшись за ручки, человек начинал чувствовать то, что чувствовала страдающая легенда, совершающая восхождение на вершину холма и забрасываемая камнями при этом. Кто-то считал мерсеризм полуиллюзорной религией, призывающей упиваться ощущением собственной вины. Кто-то называл мерсеристов мазохистами, жаждущими дискомфорта, но число их постоянно увеличивалось. Правительство поняло, что начинает утрачивать контроль над гражданами, и принялось бороться с мерсеризмом. Рассказ обрывается на самом интересном месте, и, как мне кажется, призван был показать, какой эффект могло оказать подобное явление на общество. Заимствовав мерсеризм из рассказа, Дик поместил его в роман. Тут выдуманная им религия уже стала главенствующей на Земле. Были раскрыты и некоторые детали, связанные с Мерсером легенды. События происходят в 1992 году, хотя в более поздних редакциях дата была исправлена на 2021 год. Мир перенес финальную всеобщую войну, изменившую облик планеты. Из-за чего и между кем она разгорелась, не уточняется. Об этом уже никто и не помнил, но известно, что на карте мира сохранились и США, и СССР. Более того, они сотрудничали. Последствия войны стали страшнее ее самой. Всю планету покрыла смертоносная пыль, унесшая больше жизни, чем война. В природе был нанесен сокрушительный удар, погибла большая часть животных. Выживать на медленно умирающей Земле становилось сложнее с каждым днем. Правительство агитировало за переселение в инопланетные колонии и всячески его поощряло. Каждый эмигрант получал в собственность человекоподобного робота. Их разрабатывали для применения в военных целях. Но после войны андроидов модифицировали для помощи в колонизации других планет. Они были практически неотличимы от людей, а некоторым из них вводилась ложная память. После чего андроид мог считать себя человеком, не догадываясь о своей истинной природе. Если дать им прошлое, это будет амортизатором для их эмоций, и мы сможем лучше их контролировать. Мы не родились и не выросли, а сразу вот такими и были сделаны. И мы не умираем от старости или болезней, а просто изнашиваемся, как сапоги или муравьи, покрытые хитином машинки, которые только кажутся, что живут, а в действительности они не живые и только подчиняются своим рефлексам. Но метод выявить андроидов все-таки существовал. Неспособность к сопереживанию выдавала человекоподобных роботов во время прохождения специально разработанного для этого теста Войта Камфа. Специалист задавал специфические вопросы предполагаемому андроиду, на которые человек и андроид реагировали определенным образом. Реакцию опрашиваемого фиксировал прибор Войта Камфа, регистрировавший расширение капилляров на лице, так называемую краску стыда, а также флектуацию напряжения глазных мускулов. Отвечайте как можно быстрее. Политика кнута и пряника, где кнутом стали радиоактивные осадки, а пряником слуги роботы, оказалась действенной. Все больше из тех, кому удалось сохранить здоровье, переселялись в колонии на других планетах. Города опустили, многие дома в центре были заселены лишь на треть, а на окраинах нередко встречались пустые многоэтажки. Но многие оказывались в числе биологически неприемлемых, аномалов. Для них путь в колонии был закрыт. Кому-то улететь не позволяла работа, находились и те, кто не хотел покидать Землю. Что бы вы сделали сосой, севший вам на руку? В мире романа убийства даже такого насекомого сочли бы жестоким поступком. Война и исчезновение животных привели не только к распространению мерсеризма, но и к появлению традиции, которую правильнее было бы назвать культом. Все стремились завести хотя бы какое-то животное, чтобы ухаживать за ним. Чем дороже было животное, тем большим уважением соседей пользовался счастливый владелец. Жить без питомца в обществе считалось крайне предусудительным. Те же, кто не мог себе позволить настоящего питомца, приобретали фальшивых, электрических животных, которые были в разы дешевле. Понять, копия это или оригинал, можно было только при ближайшем рассмотрении, а интересоваться у соседа настоящее ли животное тот приобрел, было бестактно. Маленькие черные ящички, которые обеспечивали не только физическое, но и духовное слияние с мерсером, и которые теперь можно было встретить в каждом доме, назывались импатоскопами. Все повреждения, полученные человеком во время сеанса, были реальны. Некоторые последователи Мерсера даже умирали на последнем этапе восхождения. Привет, Матрица. Кроме импатоскопов, распространены были и другие довольно интересные устройства. Пенфилдовский генератор настроений давал возможность управлять своими эмоциями. Он был и будильником, обеспечивающим прекрасное настроение после пробуждения, и приглушал гнев, или наоборот вызывал его. Без проблем устанавливал деловое активное настроение. Все зависело от желаний пользователя. Жена главного героя, например, вызывала у себя шестичасовую глубокую депрессию с самотерзаниями, так как считала противоестественным ощущать отсутствие жизни вокруг и не отзываться на эту душу. Ну а сам главный герой, имя которого, думаю, хорошо известно всем любителям фантастики, даже не читавшим роман, мог бы стимулировать в себе творческий, изобретательный подход к работе. Но он и без того подходил к работе именно так. Рик Декарт был охотником за головами, отслеживал и убивал беглых андроидов, которые время от времени бежали из колоний на Землю. На этот раз с Марса сбежали восемь андроидов, оснащенных мозговым блоком Nexus 6. Такие андроиды превосходили многих людей по интеллекту, но срок их действия был ограничен четырьмя годами. Двоих нейтрализовал другой охотник за головами, после чего был ранен. Декарду оставалось отыскать оставшихся шестерых. Таковы особенности мира, описанного Филиппом Диком. Далее речь пойдет о главных темах романа. Будут ли спойлеры, можете даже не сомневаться. Так что если вы не знакомы с произведением Филиппа Дика, но давно планировали его прочитать, то рекомендую продолжить просмотр ролика после воплощения планов в реальность. Советую читать роман в переводе Михаила Пчелинцева. По ходу развития сюжета и герои, и читатель постоянно вводятся авторам в заблуждение. В мире будущего очень трудно найти что-то настоящее, что-то не вызывающее сомнений. Здесь не только совы не то, чем они кажутся. Убеждения построены на лжи. Андроиды считают себя людьми. Кажущийся андроидом оказывается человеком. Настроение и желание формируются специальным устройством. Воспоминания могут оказаться чужими. Жертва легко может превратиться в охотника, а охотник в жертву. Даже тесту Войта Камфа нельзя доверять на 100%, так как есть люди, не способные его пройти. Мы привыкли к тому, что авторское описание мира в произведении считается истиной. А вот мнения героев могут не совпадать с истинным положением дел. В данном романе нельзя быть уверенным ни в одном утверждении. Так как Дик описывает мир таким, каким его видят герои. А полной картины не было, кажется, даже у автора. Тот, кто знаком с произведением, думаю, согласится с тем, что описанный мир довольно странный. Взять хотя бы то, что города на планете, покинутой большей частью населения, продолжают жить как ни в чем не бывало. В пустых кварталах функционирует водопровод. С электричеством тоже все в порядке. Для кого-то продолжают работать шикарные отели. Правительство вовсю агитирует покидать умирающую Землю и обустраивать Марс. Но на поверку оказывается, что на Земле немногим хуже. Так как воспоминания беглых андроидов о Марсе кардинально отличаются от того, что говорится в агитационных программах. И в то время как люди с помощью андроидов осваивают новые миры, андроиды бегут обратно на Землю, чтобы попытаться раствориться среди людей или занять чье-то место. Взаимоотношения людей и андроидов. Человеческие эмоции и эмпатия стали важнейшими темами повествования. Но кроме того, Дик демонстрирует, что мировоззрение людей построено на иллюзиях. И никто из тех, чье восприятие реальности искажено различными психотехниками, не способен увидеть целостную картину мира. Не способен отличить ложь от правды, при том, что причины для сомнений буквально окружают его. На примере читателя Филипп Дик показывает, с какой легкостью можно изменять отношение человека к тем или иным вещам. И если вначале мы сочувствуем андроидам, то ближе к финалу начинаем ненавидеть бездушные машины, манипулирующие чувствами людей. Забывая о том, что все описанное лишь частный пример, мы строим свое отношение обо всех, кто попадает под ту или иную категорию. В данном случае это андроиды. В реальности же подобные манипуляции используются для формирования общественного мнения о любом объекте или явлении. Андроиды, не способные сопереживать живым существам, могли оценивать все происходящее, что называется на холодную голову. Их злорадство, связанное с разоблачением Мерсера, показывающее, что весь мерсеризм является обманом, быстро перерастает в удивление от того, что разоблачение не способно ничего изменить. Ведь часть людей продолжает верить и чувствовать всеобщее единение. То, что андроидам и непонятно, и недоступно. А другая их часть уже не представляет жизни без собственных иллюзий. Об этом говорит и сцена с женой Декарда, когда она приходит к пониманию того, что должна бы испытывать страдания, но от чего-то не испытывает их. И лишь иногда, когда смолкает шум телевизионного шоу, реальность вторгается в ее выдуманный мир. Тишина и пустота, время от времени напоминающие людям о гибели их дома, стали одними из самых сильных образов романа. Покончившись бритьем, Джон вышел в гостиную и выключил телевизор. Тишина. Она обрушилась на него со всех сторон, сдавила его с неодолимой парализующей силой. Вязкой гнетущей волной поднималась она снизу, от замызганного серого паласа. Душными клубами накатывала из кухни, от мертвой еще до Джона поломанной бытовой техники. Тишина сочилась из навсегда потухшего торшера, мешаясь с тишиной, беззвучно падавшей откуда-то сверху, с загаженного мухами потолка. Перечислять бессмысленно. Тишина стремилась заместить с собой все нормальные осязаемые вещи. В истинности тишины сомневаться не приходится. Люди понимают, как они одиноки, но правда невыносимо. И они спешат убежать от нее к своим телевизорам, эмпотоскопам и генераторам настроений. Но как же сочувствие к животным? Оно ведь тоже настоящее. Оно то, что дарит надежду в человечество, скажете вы. Это не совсем так. В послевоенные годы не иметь домашнее животное считалось преступлением. Потом такой закон отменили, но отсутствие животного все равно вызывало общественное порицание. Получается, что дело тут совсем не в эмпатии, или вернее не только в ней. Иначе это не навязывалось бы силой. Общество потребления возвело себе очередного идола. Торговля животными стала самым доходным бизнесом. Люди были вынуждены брать кредиты, чтобы приобрести кого-то, кроме насекомого или кота. Владение наиболее редкими животными давало владельцу определенный статус. Те, кто победнее, довольствовались электрическими копиями. В романе приводится сравнение. Страус стоил 29 тысяч долларов, а электрическая копия всего семь сотен. За каждого убитого андроида Декард получал тысячу. То есть для того, чтобы стать счастливым обладателем настоящего Страуса, Декарду необходимо было перебить целый взвод бегалых роботов. Люди запутались в желаниях и чувствах, перестали отличать истинное от навязанного. Показывая андроидов бездушными машинами, Филипп Дек обращает внимание на искусственность людей, запрограммированных поступать определенным образом и чувствующих что-то по команде. Но в чем же тогда состоит отличие человека от андроида по Филиппу Дику, если даже генераторы настроения действуют на всех одинаково? Кажется, ответ в том, что далеко не каждый двуногий прямоходящий, рожденный естественным путем, имеет такие отличия. Джон Изидор был одним из тех, кого можно было смело назвать человеком. Но куда чаще его называли недоумком. Все испытываемые им чувства действительно были настоящими. Настоящей была и вера, и сочувствие, и понимание того, кто находился рядом, независимо от того, человек это или андроид. В мире иллюзий настоящим человеком оказался тот, кто не прошел тест на минимальные умственные способности. Прочтение этого романа можно рассматривать в качестве прохождения теста Войта Камфа. Правда, фиксировать результат придется самому. Но можно ли ставить клеймо на человеке, который не прошел тест? И есть ли у кого-то право назначать или создавать рабов? В истории полно примеров отказа от звания человека ради власти и эксплуатации. Периодически кто-то норовит объявить себя высшей расой. А сравнительно недавно рабов, привезенных в Америку, практически официально не считали за людей. Находились убежденные в своей правоте деятели, утверждавшие, что у чернокожих рабов нет души. В общем-то, Филипп Дик рассказал именно о такой сегрегации. Не зря же в одной из сцен упоминается возрождение на Марсе патриархальной идиллии Южных Штатов, какими те были до Гражданской войны. «Я мыслю, следовательно, существую. Есть первое и вернейшее из всех познаний», говорил Рене Декарт. «Все, что кому-нибудь когда-нибудь пришло в голову, все соответствует истине», сказал Рик Декарт, то ли окончательно запутавшийся в себе и происходящем, то ли наоборот прозревший в финале романа. Особенность романа в том, что автор не делает никаких утверждений, а многогранность произведения дает возможность каждому найти в нем тему для философствования. Часто читатели задаются вопросом, для чего андроиды сделаны настолько похожими на людей. И внешний вид, и отсутствие каких-либо обозначений, и наделение их высокими умственными способностями действительно кажутся лишенными всякой логики. Однако в романе дан ответ. На этот вопрос отвечает глава ассоциации, занимающийся разработкой человекоподобных роботов. Не перейди они на выпуск таких предельно отчеловеченных моделей, это сделали бы их конкуренты. Но дело еще и в том, что большинство из задающих такой вопрос ставит себя на место владельца такого андроида, но не на место разработчика, который преследует свои корыстные цели. Пока андроидов хотя бы как-то можно отличить от людей, разработкой таких способов постоянно занимается полиция, становясь бесплатными тестировщиками для производителя, они будут верно служить колонистам. Когда грань будет окончательно стерта, и полиция не сможет определить, андроид это или человек, перед производителями таких роботов откроется ряд занимательных возможностей. Например, можно подменить человека на копию, подчиненную производителю, поставить такие копии на ключевые посты в правительстве или в руководстве конкурирующих фирм. И тогда замена наделенных множеством прав и постоянно в чем-то нуждающихся людей на послушные машины, которым можно имплантировать любую память, пойдет намного быстрее. Дик показал, как статус может определить судьбу человека, лишая прав или наделяя его правами. В перспективе описанный мир состоял бы из касты избранных людей и миллиардов тех, кому отказано в праве называться человеком. Неприхотливых, бесправных, идеальных представителей своих профессий, от которых можно в любой момент избавиться или наштамповать еще пару миллионов при необходимости. Фантастика, скажете вы, Но стоит оглядеться вокруг, чтобы стало ясно. Для реализации второй части этого замысла изобретать андроидов вовсе не обязательно. Впервые речь об экранизации зашла через год после публикации романа. Тогда с Филиппом Диком встретился Мартин Скорсезе, но писателю не понравился сценарий и проект не был реализован. Когда фильм предложили снимать Ридли Скотту, режиссер Дуэлянтов и Чужого сначала отказался. Сценарий показался ему слабым, и к тому же он готовился к съемкам фильма по роману Фрэнка Герберта Дюна. Работа над масштабным проектом буксовала, а затем умер брат режиссера. Скотту нужно было занять себя работой, и он согласился стать режиссером фильма по роману Филиппа Дика. Среди первых вариантов названия были «Андроид» и «Опасные дни». Но затем продюсер и автор сценария сменили его на более эффектное. Название заимствовали у романа Алана Нурса, в котором фигурировали подпольные торговцы хирургическим инструментом. В фильме этим термином назвали специальное полицейское подразделение, занимающееся выслеживанием беглых репликантов. Репликанты – это машины. Они либо благо, либо угроза. Если благо меня это не касается. Ридли Скотт не читал роман Дика. Он вкладывал в свой фильм другие смыслы, и образ мрачного будущего в его представлении значительно отличался от описанного в романе. Тем не менее, когда писатель по телевизору увидел короткий сюжет со съемок фильма, он был восхищен образами, созданными дизайнерами и художниками, в числе которых был знаменитый Сид Мид, разработавший внешний вид автомобилей, помещений и всей архитектуры города. В письме в производственную компанию Дик описывал свои впечатления от просмотра этого фрагмента так. Влияние Бегущего будет просто ошеломляющим, как для публики, так и для творческих людей. И я полагаю, что для научной фантастики как области вы коллективно создали уникальную форму графического художественного выражения, никогда прежде не встречавшегося. И я думаю, Бегущий перевернет наше представление о научной фантастике, и чем она может являться. А что касается моей собственной роли в проекте, могу сказать лишь то, что даже не осознавал, как моя работа или набор идей могли разрастись до таких ошеломляющих масштабов. Моя жизнь и творчество оправданы и завершены Бегущим по лезвию. Спасибо вам. Это будет чертовский коммерческий успех. Его ничто не превзойдет. Полную версию фильма Дику увидеть не довелось. Писатель скончался за несколько месяцев до премьеры. Вопреки прогнозам писателя, фильм провалился в прокате. Однако успех пришел к нему позже. До сих пор не прекращаются споры о том, можно ли отнести фильм Ридли Скотта к жанру киберпанк. Кто-то считает фильм одним из родоначальников жанра. А кто-то сетует на отсутствие в картине главного элемента киберпанка – киберпространства. Уильям Гибсон, автор легендарного нейроманта, посмотрев картину, испугался обвинений в плагиате и взялся переписывать целые главы еще не законченного на тот момент романа, настолько увиденное напоминало описанный им мир. Бесспорно одно – Бегущий по лезвию, объединив нуар с научной фантастикой, создал эстетику киберпанка. Мрачный город, в котором видна смесь образа азиатских мегаполисов со стилем, заимствованным из фильма Фрица Ланга «Метрополис», молчаливый герой, летающие машины, непрекращающийся дождь и смешение различных культур в огромном мегаполисе стали отличительными чертами этого жанра. Кроме того, фильм стал настоящим воплощением критерия до Зуа – хай-тек, лоу-лайф. Многие из образов, объединившихся в цельную, детально проработанную картину мрачного футуристичного мира, демонстрирующую едва ли не все опасения о будущем человечества, впоследствии будут использованы авторами других известных представителей жанра. Все вышеперечисленная прекрасная актерская игра и волшебная музыка Ван Гелеса со временем покорили зрителя, который в начале 80-х, возможно, был просто не готов к подобному зрелищу. Однако статус культового фильма, высокие места в различных рейтингах и сотни хвалебных статей от известных критиков и изданий могут сыграть злую шутку с тем, кто еще не смотрел «Бегущего». Завышенные ожидания способны привести к разочарованию при просмотре. Даже среди давних любителей научной фантастики находятся те, кто не видит в фильме ничего выдающегося. Подобные артхаусные картины практически обречены на провал в прокате. Но вот их дальнейшая судьба зависит от многих факторов. Фильм Ридли Скотта прошел испытание временем. Интерес к нему сохраняется до сих пор. Фильм, который взял от романа только часть сюжетной линии и имеющий совершенно другой основной посыл, само собой стоит рассматривать как полностью самостоятельное произведение. Но об отличиях и сходствах романа и фильма упомянуть все же стоит. Мир в романе по большому счету лишь фон, достаточно проработанный для того, чтобы читатель ощутил обреченность земли. В фильме же проработка декорации реквизита выполнена настолько досконально, что одного просмотра будет недостаточно, чтобы заметить и рассмотреть десятки деталей, каждая из которых важна для понимания созданного авторами мира. Бросаются в глаза оживленные улицы города. Про финальную всеобщую войну и ее последствия не сказано ни слова. На дворе 2019 год. Человечество осваивает другие планеты, но землю, видимо, покидать не торопятся, хотя агитационная реклама, призывающая переселяться во внеземные колонии, на месте. Возможно, для спешки нет причин, и земля не доведена до такого состояния, как в романе. Ведь мрачные картины из вступления фильма сильно контрастируют с финалом кинотеатральной версии, в котором демонстрируются красивые пейзажи. В мире, описанном диком, природа умирала, а солнечный свет едва пробивался сквозь пылевые облака. И раз уж речь зашла о разных версиях фильма, то не лишним будет упомянуть, что всего их насчитывается семь, хотя внимания заслуживают лишь две из них – кинотеатральная и окончательная. Их основным отличием стали моменты, раскрывающие главную тайну картины. Кем же на самом деле являлся герой? Человеком или репликантом? Но так ли важно это отличие? Об этом позже. Пугающей тишины из-за опустения городов тут не найти. В здешнем мире будущего другая проблема – перенаселение. Общество незнакомо с мерсеризмом, и ни о какой эмпатии, пусть и навязываемой, тут речи не идет. Мрачный город, люди, снующие по узким переполненным улочкам, всеобщая угнетенность, равнодушие и огромные здания корпорации Тайрелл, в виде пирамид, напоминающих пирамиды Майя, говорят о том, что человеческая жизнь здесь невысоко ценится. Не говоря уж о жизни репликанта, которую и за жизнь-то никто не считает. Отсутствие выбора и перспектив. Огромный разрыв между богатыми, живущими на верхних этажах огромных зданий, и бедными, кишащими внизу. Упадок культуры, человечество, утратившее интерес к жизни. Все это не озвучивается, но об этом постоянно напоминает мрачная, но притягивающая атмосфера картины, в которой куртки из прозрачного пластика уживаются с модой 40-х годов 20-го века и узорами Майя. В романе исчезновение многих видов было вызвано последствиями войны. Настоящие животные очень ценились. В фильме также показано, что они стоят дорого. Змея настоящая? Конечно нет. Если бы я могла купить настоящую, разве я бы здесь работала? Но то, что в романе было важной составляющей, в фильме превратилось в интересную деталь, на которую не читавший книгу зритель может не обратить внимания. Декард в исполнении Харрисона Форда тут не женат и живет один. В отличие от романа, в фильме ему предстоит выследить всего четверых репликантов. В книге главный герой задумывался о том, чтобы сменить работу. В фильме Декард уже завязал, и полиции приходится разыскивать его, чтобы привлечь к операции. Рэйчел, которую сыграла Шон Янг, тоже сильно отличается от книжного персонажа. Из опасного манипулятора Рэйчел превратилась в потерянную девушку, осознавшую вдруг, что она репликант. Думаете, я репликант? В книге андроиды считали, что эмпатия навязана людям. И все это едва ли не выдумка, призванная возвеличить человека над андроидом. В фильме репликанты вообще не отличаются от людей, даже превосходят их. И не только физически. Люди показаны подавленными, утратившими интерес к жизни. Репликанты же наоборот, напоминают сверхлюдей, которым по плечу любые испытания. И лишь ограничение жизни в 4 года не дает им прекратить главенство человека. В книге отношение читателя к андроидам изменялось по ходу прочтения. В фильме все довольно однозначно. Люди охотятся за своими созданиями, не отличающимися от людей ничем в плане чувства и эмоций. С одной стороны, репликанты — это хладнокровные убийцы и манипуляторы. С другой стороны, им не чуждо ничто человеческое. Одним из интереснейших персонажей стал Джей Эф Себастьян в исполнении Уильяма Сэндерсона. В фильме он заменил книжного Джона Изидора. Одинокий человек, живущий в старом заброшенном квартале и страдающий от преждевременного старения желез, из-за чего оставшийся на земле. Генетический дизайнер, окруживший себя механическими игрушками, ставшими для него друзьями. Гений, знакомый с самим Тайреллом и играющий с ним в шахматы. Себастьян символизирует собой и упадок общества, и поголовное одиночество в мегаполисе с огромным населением. Так же, как и персонаж романа, он испытывает неподдельную радость от того, что кто-то нарушил его одиночество. Ты же нас любишь? Земному Декарду, на первый взгляд, привычному, молчаливому, уставшему герою нуарного детектива, а по сути утративший человечность безжалостной машине, выполняющей грязную работу без лишних вопросов, противопоставлен Рой Батти, которого блестяще сыграл Рутгер Хауэр. И гром потряс берега, и запылали большие пожары. Рой видел такое, что нам, людям, и не снилось. Он из поколения новых людей, искусственно созданных, но все равно людей, которые способны мечтать и замечать в жизни то, что нам, рабам хлопот и собственных иллюзий, уже и не нужно. Мат, поставленный новым человеком Тайреллу, одному из лучших представителей человечества, о многом говорит. А финальная сцена и вовсе показывает, что даже превратившись в безумного убийцу, репликант не только может поступать человечнее многих из людей, но и способен пробудить человечность в своем противнике. На первый взгляд, главное отличие двух произведений в неспособности книжных андроидов сопереживать и в максимальном сходстве с людьми репликантов киношных. Но если роман Дика это произведение об иллюзиях и манипуляциях, о сегрегации пустых душах и грани между андроидами и людьми, то фильм Ридли Скотта рассказывает не столько о сложности проведения этой грани, сколько о том, с какого момента человек может называть себя человеком и когда он перестает им быть. О тех, кто превратился в роботов, о репликантах, ставшими людьми и о людях, несмотря ни на что, не утративших человечность. Споры о том, был ли Декард человеком или репликантом совершенно не обоснованы, так как автор фильма однозначно отвечает на этот вопрос. Вопрос статуса, на мой взгляд, только отвлекает внимание от сути картины, которая кроется в мироощущении героев. Можно ли было назвать Декарда человеком до финала фильма? Вот главный вопрос, на который каждый ответит по-своему. Друзья, поддержать канал можно, сделав перевод на карту Сбербанка, Яндекс.Деньги, Пейпал, а также став моим патроном на Патреон или спонсором канала. Подробности можно узнать, перейдя по ссылкам в описании или нажав кнопку «Спонсировать» под роликом. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok